Мы находимся возле железнодорожного вокзала, где люди собрались для участия на марше свободы против так называемого закона о манипулировании. Мы участвовали также на прошедшем митинге, но стоит сразу же отметить, что людей, участвующих здесь, намного больше. Ну, можем пройтись. Надо сказать, что организаторы не раз предупреждали о том, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование, а также одевать маски. Я тоже сейчас надену маску, как только приближусь тоже к людям. Мы видели то, что Токебаев пришел. Вот, кажется, вот люди собрались и задают ему вопросы там. Пойдемте, Оскар, побыстрее вот сюда. Здесь осторожнее. Перила. Вот сверху можно поснимать. Пока журналисты берут усторожилы, пойдемте, мы пройдем к другим участникам, которые тоже не менее интересны. Здравствуйте. Я демократичный, свободный Кыргызстан. Объясните, пожалуйста, ваш плакат. Это имеется в виду, что последнее, что у нас осталось, это свобода слова, и она, это и является признаком демократичной страны. И я считаю, что это сейчас убивается, поэтому я нарисовала птицу, что означает свобода. То есть это такой образ того, что птица может умереть, да, свободный Кыргызстан? Да, но еще надежда есть, поэтому она говорит, что она ранена, не умерла. Спасибо большое. Пойдемте, вон там тоже плакаты у людей. Вот люди написали вето. Что вы подразумеваете под вето? Почему вы с этим плакатом пришли? Ну, ну, пожалуйста. А какое информационное? Ну, на телевидении, Шаман ТВ, мой прямой информационный. Кто расскажет? Ну, вы же пришли на митинг. Ладно, пойдемте. Здравствуйте, Айселу, как у вас дела? Мы тоже прямой эфир ведем. А, супер. Да. Что за кофе? Это американо. Дабл. Так. Ну, вы участвуете уже второй раз, Айселу? Да, я второй раз участвую. Я все-таки думаю, что у каждого есть право выбирать, фильтровать информацию. На это мы имеем свое право. И этот законопроект, он, скажем так, напрямую играет на руку власти. То есть это напрямую укореняет, да, и просто убирает оппозицию любую. То есть они решают, что является правдой. Смотрите, вы участвуете в защите политических заключенных. Как вы думаете, вот принятие такого закона и то, что число политузников тоже увеличивается, это взаимосвязано? Конечно, это взаимосвязано напрямую, потому что политические заключенные, они что это подразумевается? Это оппозиция, которые говорят, критикуют, говорят какие-то недостатки, тем самым формируя какую-то эффективную власть. То есть, скажем так, дополнительная критика, это все-таки для эффективности власти. Убирая политических заключенных, то есть оппозицию, они напрямую, скажем так, не дают права им сказать. А сегодня мы выходим за слово, поэтому я думаю, что все-таки мы должны бороться за право. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот мы видим здесь плакат развернутый, иркиндык бездеки, разнообразные плакаты, такой единой символики, как будто бы нет. Здравствуйте. На русском можно? Да, можно. Если говорить про реформу, то в первую очередь, конечно, Министерство здравоохранения, Министерство образования. Основные идеи, я считаю. Но в целом по стране гораздо больше реформ, чтобы страна обновилась, чтобы мы шли вперед. Здесь журналист Азатык есть. Многие очень журналисты. Элери, добрый день, можно пару комментариев? Почему вы решили поучаствовать на этом марше? Почему считаете это важно? Ну, для меня, прежде всего, это выразить свою позицию по последним законопроектам, которые полностью хотят закрыть свободу в Кыргызстане и вообще придавить нас, лишить правительства отчетности, открытости и так далее. Почему? Проблем в Кыргызстане много, в том числе, в первую очередь, коронавирус, а власти решают другие вопросы неприоритетного характера? Потому что они воруют все эти деньги и хотят, чтобы мы молча это все проглатывали. У вас есть какие-то параллели? Вы же тоже как историк с 1937 годом или с периодом репрессий, так сказать? Да, есть. Это вот, в принципе, это до 1937 года, когда начиналось, в 1918-1917, когда большевики начинали уже свободу прессы, свободу слова прижимать. После этого сразу же были очень сильные репрессии. Это махавик репрессий только сейчас может раскачаться? Махавик репрессий всегда был. Он или затихал, или уменьшался, и так далее. И сейчас идут репрессии. Это только одна из статей, на которую общество отреагировало. А есть куча других статей, по которым за слово судят. Так называем, например, первичный экстремизм. Тот же самый Сидеман и другие сидят, и более 500 человек сидят просто за слова. Хотя можно было на первый раз сделать штраф. Например, тот же самый религиозный экстремизм, или там, межрегиональная, там, Родина и так далее. То есть, к сожалению, вот эта репрессия не останавливается. Спасибо большое. Ну, тут организаторы, они объясняют порядок проведения акции, о том, что необходимо принять меры социального дистанцирования. Но все необходимые вещи, которые необходимы. Пойдемте мы еще раз. Пойдем урвать дальше. Вот здесь меры социального дистанцирования. Спасибо. 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 И, митинги. Почему я здесь? Ну, я думаю, что риски политические, они гораздо важнее рисков здравоохранения, хотя это важно, конечно. Потому что то, что происходит сейчас, это дальнейшее откатывание и очень тяжело будет потом вернуться на какие-то позиции. Потому что свободу, которую мы с трудом завоевывали, кусок за куском прибавляли к тому, что мы считаем ценным и для себя, как для граждан, это все потихоньку вымывается. Я думаю, что сегодняшняя акция, когда собрали сотни граждан и тысячи неравнодушных, они, конечно, сочувствуют и потом через соцсети или СМИ будут наблюдать за всем этим. Это просто обеспокоенность тем, что происходит у нас, это обеспокоенность, что происходит с нашими правами, с нашими свободами и в какое состояние превращается наше государство, до какого состояния не доходит. Кыргызстан две революции прошел. Несмотря на это, власти всегда такие регрессивные опять шаги идут. Почему они наступают на те же самые грабли? Почему никаких уроков не берут? Может, вы их плохо учите? Ну, я думаю, это природа человека, честно, как говорится. Те, кто оказывается в системе нейтрально настроены или даже по-доброму настроен, они потом перемалываются. У многих, конечно, есть и собственные корыстные интересы, потому что вроде мы строим систему демократическую, но часто задаются вопрос, можно ли руками недемократов построить демократию. Но потихоньку можно, конечно, но не демократы, они будут все равно оттягивать весь процесс обратно. Потому что у всех есть частные корыстные интересы, потом люди слушаются свое начальство, есть бюрократическая система, есть условно такой плохой командный дух, ты не должен идти против тех, кто работает в одной системе с тобой. То есть это масса факторов, которые, в принципе, систему замораживает или, наоборот, откатывает назад. Еще один интересный момент, последний вопрос. Почему до этого люди, которые и слышать не хотели про митинги, в том числе ваши студенты, наверное, которых вы здесь видите, аутца студенты, вот почему они сейчас только решили участвовать в митингах? Или какая-то точка, сигнал поступил им? Ну, я думаю, что у людей-то разное ощущение того, где вот этот градус гражданственности. Поэтому у всех просто разный уровень толерантности к событиям. У кого-то накипело, и вот они вышли. У кого-то, в принципе, достаточно небольшого повода, они выходят регулярно. То есть люди разные, по-разному реагируют. Ну, наверное, вот. Как вы, которые регулярно выходят? Да, это я как на работу должен. Спасибо большое. Так, дальше, брател. Тут здесь очень, надо отметить, очень много молодежи, на самом деле, тех людей, которые раньше не думали выходить на митинги. Вот. Организаторы до сих пор объясняют, как надо будет дойти до Белого дома. Маршрут такой, что с железнодорожного вокзала мы дойдем до конца Чуйской площади и потом повернем налево. И марш закончится у Белого дома. Хорошо. Люди подчеркивают, что это мирная акция. Каждый гражданин приходит и участвует в акции исключительно на добровольной основе. Это правда? Да! На добровольной основе это правда? Да! Спасибо. Соблюдение дистанции на расстоянии одного метра друг от друга. Влад? Много людей. На мой взгляд, много людей сегодня собралось, несмотря на жару. Вот. Но я не вижу причин конфликта, пока все хорошо идет. Но будем надеяться, что все аккуратно пройдет. Как вы считаете, вот смотрите, не будет разгона? Я думаю, нет. Нет, я думаю, нет. Не будет. Ну, это, если вы посмотрите, категория ребят городских. Вот. Они, так называемые, балконские. Ну, что они? Ну, выйдут, выразят свою позицию. Нормальные явления. Если не будет провокации, я думаю, нет. Пойдемте еще. Сейчас, я думаю, уже начнется марш. Мы пока можем еще интервью пару взять. Вот. Не будем. Восьмой фонд. Соблюдать правила дорожного движения. Девятый фонд. Помнить, что милиция обеспечивает порядок и законность ненавидных собраний. Давайте поддержим нашу милицию. Наша милиция... Милиция обеспечивает порядок и законность ненавидных собраний. Полонбазым медленного действия болит. Болосу гейнки вақта арбер жаранға тезе. Бизстенс милер, битсайтыр блокировка болит. Мендашкары. Мендашкары арбер адам, қайрылу дейлері жоқ болғалад. Егер, что там беспредел, вещественные ситуации, или какой-нибудь прайсбол болған, у нас всегда были СМИ, пресса, которая нас всегда поддерживала. с помощью которой мы могли, получается, не судебная власть, не исполнительная власть, не законодательная власть, весь этот произвол, когда мы на себе испытываем, мы всегда могли обратиться, прибегнуть к помощи свободной прессы. Этот законопроект полностью, полностью решает нас этих возможностей. Поэтому я ментачадым, я против этого беспредела, я за свободу слова, за свободу всех наших граждан. Спасибо большое. Молодые люди пришли, очень много молодых людей. Анна Исаш. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы пришли на Метик, почему вы считаете? Я был в Крылышеве, я был в Крылышеве, я был в Крылышеве, я был в Крылышеве. Спасибо. Спасибо. Медиа эксперты очень много, тут моя даже супруга есть. У меня интервью, у нее есть что сказать. А ты, на интервью, а где она? Вот, смотрите, надо же экономику поднимать, и власть, чтобы сильная была. А зачем свобода слова нужна? Свобода – это основа развития экономики в Кыргызстане. Только вот за счет вот этой экономической свободы у нас сейчас вообще что-то в стране происходит. Мы развиваемся, мы же видим, что несмотря на то, что у нас меньше ресурсов, чем у других стран, несмотря на то, что у нас меньше вообще в целом населения, у нас в принципе экономика достаточно устойчивая. Самая стабильная валюта – это все последствия того, что у нас более демократичный и свободный режим. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас экономика и дальше развивалась, мы должны очень последовательно и жестко защищать нашу свободу слова. Вот вы как аналитик, скажите, пожалуйста, почему власти идут на такие шаги, когда сейчас пандемия, другие проблемы в стране на самом деле? Почему именно сейчас они озаботились такими вещами? Я вот этого еще не могу понять как аналитик. Я могу сказать, что это абсолютно несвоевременно. То есть в настоящее время, да, то есть это нелогично, это просто неправильно. То есть здесь можно точно сказать, что это очень большая ошибка. Вообще это в любой ситуации это было бы ошибкой, но сейчас, тем более в условиях такого жесткого экономического кризиса, отвлекать вообще внимание общества, раскалывать общество, мы сейчас должны все наоборот консолидироваться, чтобы преодолеть вот эти последствия тяжелейшей экономической кризисы, большая часть из которых еще впереди. Поэтому сейчас, ну я просто надеюсь, что это инициатива нескольких человек и что на закон будет наложено вето. Вы считаете, что это личная инициатива депутатов или все-таки инициатива скученная сверху или откуда-то еще? Ну, конечно, по признакам некоторым можно сказать, да, что есть какие-то группы интересов, которые это проталкивают. То есть за этими депутатами кто-то стоит, потому что достаточно быстро с нарушением процедур был принят этот закон. Поэтому я думаю, что какое-то, конечно, есть давление, но это не значит, что мы не должны молчать, не должны сопротивляться. Я думаю, что общество, оно сейчас вот правильно делает, мы сказали свою позицию. Надеюсь, что к нам прислушаются. Спасибо большое за вас. Пойдемте, Атера, возьмем. Атера, добрый день. Как у вас дела? Нормально? Почему такой большой чиновник приходит на митинг? Почему вы считаете это важно? Ну, во-первых, свобода слова – это единственное наше достижение за эти, да, годы независимости. Запретить свободу слова, как запретить дышать, да. И сейчас в условиях пандемии и так дышать тяжело, так еще если свободу слова перекроют, перестанем дышать, тогда мы потеряем себя и потеряем государство. Поэтому очень важно. Тем более мы видим, да, что в период пандемии затыкали рты медикам, затыкали рты активистам, которые говорили, что на самом деле подготовительной работы к борьбе с профилактикой коронавирусом нету, что работа проваленная, их всех затыкали. А сейчас у нас осенью выборы парламентские. Так получается, меня первую заткнут, если я скажу, что есть нарушение или есть техническая неподготовленность, понимаете? И тогда какие честные, прозрачные, свободные выборы, и тогда какая честная народная власть будет избираться. Поэтому это большая проблема. Смотрите, теперь замечают, что именно в год выборов происходят вот такие регрессивные инициативы, и законы такие принимаются, да, не очень хорошие. Вы тоже так считаете? Думаете, это как-то связано с выбором? Это однозначно связано с политическими процессами, точно, да. Конечно, на выборы это повлияет, если закон будет подписан президентом. Ну, я же вам говорю, вот сейчас будут какие-либо технические все равно неполадки будут, да, они были, есть и остаются в выборном процессе. Будут проблемы со списком избирателей, да, когда мы видели прошедшие выборы, кто не писал заявление, он оказывался вообще в другом регионе, в другом районе, не смог проголосовать, да, или так далее. И обо всех этих проблемах, если люди будут говорить, вот обо всех этих проблемах я говорила на прошедших выборах, ни одно дело не доведено до конца. Все вот так вот закрыли, все замяли, и все в тишине осталось. А теперь еще за то, что мы об этом говорим, об этих нарушениях, об этих неполадках, нас будут признавать фейками, нас будут признавать распространителями ложной информации, понимаете. И это, естественно, да, будет влиять на выборный процесс. Ну, вот вы, как юрист, скажите, пожалуйста, это же закон не распространяется только на СМИ, я так понимаю, да? Он распространяется на всех людей, которые распространяют даже информацию в суд. Получается, понимаете, мы приведем, вот наши граждане, да, особенно старшее поколение должно понять, что это не наша проблема, да, у меня у самой подростки дети уже. И худшее, мы доведем сейчас ситуацию с этим законом до того, что наш ребенок, да, будучи подростком, напишет что-нибудь в соцсетях, да, не то, что эмоционально, не то, что будет неприятно нашим властям, нашим политикам. Моего ребенка могут признать фейком, моего ребенка могут признать распространительным ложной информацией, да, там, закроют аккаунт, не дай бог примут какие-то меры в отношении ребенка, ведут его в черные списки, он станет невыездным. Любая другая родственная страна скажет, ага, если ты в своей стране совершил преступление, а что это преступление политическое, да, определено, что это преступление, то, понимаете, наши родители, и вообще наше поколение, и старшее поколение должно понять, что сейчас закрывают рты нашим детям, и закрывают им возможность развиваться, познавать мир. Понимаете, это не только выборы, это вообще наша жизнь, да, и я боюсь, что у нас будут такие же репрессии, как и в соседних странах, и каждый, кто будет говорить свое какое-то эмоциональное или свое личное, сугубо личное мнение, они будут признаваться нарушителями законов. Спасибо большое, Тр. Сейчас еще продолжают описывать, то, как будет проходить митик, барабаны, очень много. Пойдемте, Укундус возьмем, пойдемте туда. Здравствуйте, коллеги. Мы ведем прямой эфир, как у Укундусов, как у Дмитрия. Можно у Вас перевозить? Укундус вначале, а потом у Вас. А, может, и Дмитрия? Как Вы считаете, вот эти наезд на политический заключенок, прессинг, то, что и вот это принятие такого закона, это взаимосвязанные вещи или нет? Конечно, абсолютно. Все сейчас события, которые происходят в последние два года в Кыргызстане, они очень взаимосвязаны. Это все звенья одной цепи говорит о том, что власть Джейнбекова усиленно ведет работу по усилению своей власти, то есть вот этого своего преступно-семейно-кланового режима. И они сейчас, вот с законопроектом, который был принят в трех чтениях в Дюгар-Кенеши, дают нам понять, что мы не должны дальше позволять нами вот так управлять и попирать наши права, и не должны дать поработить нас. Поэтому мы должны сейчас проявить свою гражданскую позицию активную и сказать, нет, я уверена, что Гульшак Асылбаева, она не автор этого законопроекта. Этот законопроект был спущен оттуда, с седьмого этажа, с аппарата президента. Как я уже сказала, это все, все события взаимосвязаны. И просто власть пытается закрыть рты активным людям, вообще людям, потому что, если вы знаете, во время карантина люди очень, эта критическая масса нарастает, нарастает. Люди очень недовольны, очень много критики в отношении властей высказывается. Но сами власти используют эти фейки. Мы же знаем, мы как пиар-технологи, мы наблюдаем, да, что происходит в информационном пространстве страны, особенно в соцсетях. Власти это очень активно используют. Сами используют фейки. Да, сами фейков используют. И поэтому сейчас они под видом этого законопроекта просто пытаются всех запугать, напугать закрыт рты. Но я скажу, что никакими уголовными преследованиями человека нельзя заставить замолчать. Это мой пример. У меня сейчас 7 уголовных, да, повесили статей, но я как критиковала власть, так и буду критиковать. Пользуясь случаем, на какой стадии ваш процесс, что там происходит сейчас? Сейчас мы, вот судебное разбирательство идет, прокуроры зачитывают обвинительный акт в отношении обвиняемых всех. И судья сегодня принял решение проводить судебные процессы три раза в неделю. Если до этого у нас один раз в неделю проходил процесс, сейчас три раза в неделю. Это говорит тоже сигнал о том, что они побыстрее хотят этот процесс разбирательства завершить до парламентских выборов и дать всем приговоры, чтобы никто не сумел принять участие в выборах предстоящих. Спасибо большое, Кундуз. Дмитрий, можно будет у вас комментарий? Как вы думаете, вот закрытие телеканала «Апрель» и других средств массовой информации, принятие этого закона в преддверии выборов, это взаимосвязанная вещь? Звенья одной цепи? Да, конечно. То есть это цепь, которая растянулась во времени, которая тянется уже достаточно долго, просто сейчас звенья становятся, словно говоря, крупнее и крупнее, крепче, крепче, так скажем. То есть телеканал «Апрель» вырубили, там понятно почему. Да, я понимаю, что в определенной степени телеканал «Апрель» отражал позицию Атамбаева, но самое важное, что телеканал «Апрель» был альтернативным, вот под ключевое слово, альтернативным источником информации для населения. Вот, причем, ну такой достаточно массовый источник информации был. Ну вот смотрите, власть говорит о том, что она ни при чем, Акнет сам вырубил, это его право было, частная компания, мы к этому не видим. Нет, ну сейчас тоже власть может говорить, что она ни при чем, что все это Гульшата Солбаева, это ее исключительная инициатива и ее там добрый замысел. Ну конечно нет, совершенно нет. Сейчас, ну я думаю, что большинство пользователей соцсетей уже высказались на эту тему. И что понятно, что в преддверии выборов начнется большая информационная война, в соцсетях именно развернется. Мы это уже видели на прошлых выборах президентских. Ну и важно будет просто отсекать конкретных людей, которые пишут не то, что нужно в социальных сетях. И отсекать будут с помощью этого закона очень просто. Вот, это как бы понятная такая вещь, которую все здесь, во всяком случае присутствующие, понимают. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий. Так, еще поспрашиваем людей. Здравствуйте, коллеги. Вы можете говорить? А тогда пойдемте. Как дела? Хорошо. Ну опять же тот же вопрос, ну власть пытается бороться с фейками. Разве это так? Она не пытается, она делает вид, что... Мы можем потихоньку пройти, да. Уже марш начинается, и мы по ходу будем идти. Ага. Делает вид, да? Делает вид, что... То есть, несмотря на все заявления, на все такие слова о том, что этот закон будет бороться с фейками, на самом деле текст закона не предполагает борьбу с фейками. То есть, я очень сомневаюсь и даже уверен в том, что фейковые аккаунты, которые нарушают законодательство, оскорбляют честь и достоинство людей, которые разжигают какую-то рознь, да, они и так преступники. То есть, по другим законам их можно было бы привлечь. Ну, закон о клевете есть, да? Да. От разжигания экстремистов. Да, да, да. По другим законам их можно было привлечь. И это в законодательство прописано, что в том числе через интернет эти действия были осуществлены. Они несут ответственность перед законом. Ну, я сомневаюсь, что эти фейки, увидев в законе статью о том, что люди должны под своими собственными именами указывать электронные адреса, тут же пойдут указывать на своих там 40 открытых фейковых аккаунтах, указывать свое имя, да? А когда фейковые, и тем более технических средств для того, чтобы узнать, кто стоит за фейковым аккаунтом, нету. То есть, интернет, это повесили в первоначальном варианте на интернет-провайдеров, что интернет-провайдеры должны идентифицировать, кто стоит за сайтом, за аккаунтом. Но интернет-провайдеры прямо на программических слушаниях сказали, что, ребят, мы не можем это определить. То есть, если фейковые аккаунты не определены, то в первую очередь законы будут действовать именно на тех аккаунтах, которые не скрывают своих имен и под своими реальными фамилиями, именами выходят в интернет, да? Против интернет-сайтов, которые не скрывают, кто за ним стоит, да? И, соответственно, в первую очередь этот закон направлен не против фейков, а против тех людей, которые критикуют власть. И этот закон дает легкую возможность блокировать этих людей во время выборов или в другое время, когда они не захотят прикрыть площадку для коммуникации, где раздается критика. В любом случае я хотел спросить, насчет вашего дела, насчет избиения, что с этим делать? Ну, они пошли на хитрость, на себя взял только тот человек, которого я познал, которого я увидел, да, видел. Вот, остальные трое, двое, которые совместно избивали, а третий, который сидел за рулем машины, они отказались от своих показаний первоначальных и отказались от обвинения, то есть не признали себя виновными. Как вы посчитаете, над ними был заказчик? Первоначальные данные следствия говорили напрямую о том, что был заказчик. Во-первых, они не знали, где находится сайт фактчеки. За день, за два была слежка, спрашивали у прохожих, где находится именно сайт фактчеки. Вы не видели вот этого человека там, или именно где находится редакция сайта фактчеки. Я думаю, что люди получили заказ именно на сайт. Посмотрите, это за одну публикацию, вы считаете, было направлено в дело? И какую публикацию? Или это совокупность всех, всей вашей деятельности? Самая громкая публикация до этого была именно про, скажем, большое богатство жены. Она была очень популярна, да? Да, которая была популярна. И в первый же день появления этой публикации была дидос-атака, беспрецедентная для Кыргызстана. В течение недели наш сайт не работал. Не только на ваш сайте, я помню. Да, и на другие сайты, которые перепубликовали этот материал. То есть была ситуация, когда даже владельцы сайтов информагентства знали, что если перепубликуют этот материал, они получат дидос-атаку. Они все равно в знак поддержки публиковали. Вот эта солидарность, в принципе, может быть, многим не понравилась, да? И тот резонанс, который вызвал... Это публикация? Да. Спасибо большое. Ну... Я хотел добавить, что этот закон будет работать нам, каждого гражданина. Коснется каждого... Это не только СМИ, да? А? Не только СМИ. Это не только СМИ. Это в том числе пользователи соцсетей? Да. Любой человек, который посмеет критиковать власть, будет подпадать под этот закон. И, соответственно, это прямая угроза свободе слова, свободе выражения собственного мнения, да? Вот. И они просто хотят нас заставить замолчать. И я вижу, что здравомыслящих людей, понимающих, это очень много. Это радует, да, конечно. Спасибо, Володь. Спасибо, Володь. Спасибо, Володь. Продолжение следует... 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 Мы уже перешли улицу Московская и осталась улица Токтогола Киевская и затем будет Чуйский проспект. Я думаю, можно разъемнуть камеру и по ходу брать интервью сзади. Мы за свободу слова, потому что это одна из основных этих конституций. Мы хотим иметь свободу слова, мы хотим иметь право говорить. Смотрите, много людей, которые не участвовали в МИТИКах до этого вообще. И вы, наверное, тоже не участвовали в МИТИКах. Нет, я была один раз. Но просто именно этот закон, не знаю, мне кажется, это важно, иметь свободу слова у нас в стране. Потому что мы как-никак демократическое государство, верно? Да, верно. Нет, верно говорю. Верно? Конституция, по крайней мере, так написана. Да, по крайней мере. Но мы этого сейчас не видим. Хотелось бы, чтобы глава нашего государства наложил вето. Вот я за свободу права слова. А вот почему именно сейчас у людей накопило, молодых людей, которые, как и вы, не часто участвуют в марше и протесте? Почему именно сейчас это? Именно этот закон? Именно сейчас берет пандемию и такой вызвал результат? Потому что сейчас данное поколение, мы будем жить в этой стране, мы хотим, чтобы в нашей стране были те люди во власти, которые будут честными, которые будут уважать права человека. Это все очень важно на данный момент. Потому что неизвестно, что будет потом, если мы сейчас забросим это все и будем просто молчать. Спасибо большое. Слава стару. Мне очень часто сметанное. Мне советуют. Эркин декучин, эркин, свобода слава нам нужна. Без Кыргызстана, чтобы нам было это, можно было говорить. Они нам рты закрывают. Завтрашний день моего ребенка у меня небезразличный, поэтому я выхожу на сегодня. И вы считаете, что это связано с будущим Кыргызстаном? Конечно. Мы не должны молчать. Если мы сегодня промолчим, не выйдем, то завтра мы не знаем, что будет с нашими детьми. Мы должны и за сегодня, и за завтра выходить. Я, например, просто народ, поэтому я вышла. Я всю ночь работала, но я ждала этого дня. Потому что мы не должны молчать сегодня. Вы пересекнули лица тех депутатов, которые я так понимаю. Да, они против. Они проголосовали за принятие этого закона, да? Да. Нет, они против. Нет, имеется в виду, они проголосовали за принятие репрессивных. Поэтому вы считаете, что этих депутатов не должно быть? Не должно быть. Депутаты должны работать за народ, а не против народа. Вы считаете, это антинародный закон? Антинародный, конечно. Они должны, за народ должны быть. Они ничего не сделали для народа. Они только для себя работают. Особенно за Гульшат, я против, которая внесла этот закон. Я против за этих 12, 120, 110 депутатов. Поэтому я не хочу. Хорошо, спасибо. Салат, Сарба. Систа, митинге, каши депутаты, каши депутаты, каши депутаты, каши депутаты, каши депутаты, каши депутаты? Здравствуйте, молодые люди. Как вы считаете? Почему вы участвуете в этом митинге? Объясните свои мотивы. Наша позиция в том, что мы против того, чтобы нашу свободу слова ограничивали. Я думаю, если ничего не делать, этим только не ограничатся наши ограничения. Я думаю, что дальше будет только хуже. Вы думаете, если вы приняли этот закон, будет усиление, да? Вы будете думать, что будет усиление? Я думаю, если они... Они просто не в том даже, знаете, что они приняли этот закон. Это в том, что как они приняли этот закон, понимаете? Получается. Да, с нарушением процедур. С таким, знаете, как сказать, как будто протолкнули его, пролоббировали. И на мнение народа наплевали. Как будто мы букашки, и у нас... Ну, наше мнение это ничто в нашей же стране. Но вы думаете, вот этот марш... Они услышат вот этот голос коллективного? Ну, я думаю, они должны хоть понять, что нарушение наших прав не есть хорошо. То есть, все-таки это какой-то протест. Какой-никакой, но протест. Мне кажется, очень многочисленное, очень большое. Это хорошо. Спасибо. Здравствуйте, девушки. Почему вы участвуете в этой комитике? Символично, да? Нет. Идем поездки. Спасибо. Финьбик! Финьбик! Почему так закрасили это лицо человека? Так же справедливо будет для них. Для нее? Да. Глаза закрыты, не видит на проблемы. А депутат... И не хочет видеть, да? Не обращает внимания. И делает все по-другому. Эр, кинь, ды! Почему вы считаете, что важно вот так выходить на этот литий и выражать свои позиции? Каждый гражданин так должен делать, выражать свои мысли. Если так будет продолжаться, мы не сможем выражать мысли, и этот закон, наверное, закроет. То есть, всякие СМИ, настоящая правда, они это все будут прикрывать дело. То есть, депутаты за нас будут решать, что правда, а что нет. То есть, они могут нам просто пыль в глаза кинуть, условно, и сказать, что это правда. То же самое так. Что-то некая пауза случилась. Сейчас мы Тимура спрашиваем. Тимур, здорова. Как дела? Как дела? Нормально. Давай я тебя поспрашиваю. Давай, спасибо. Как вы, почему вы решили участвовать на этом месте? Как вы считаете это важным? Ну, во-первых, возмутительная ситуация, когда вот последние дни парламента, депутаты воспринимают свою работу безответственно. И на повестке дня ставят очень много вопросов, социально значимым вопросом, которые воспринимаются депутатами просто так. И безалаберное отношение к своему голосу, не изучение материала, не согласие с общением мнением. Вот это все, конечно же, породило вот сегодняшний митинг. И я, как гражданин, тоже поддерживаю такую инициативу и пришел, чтобы показать свою позицию. Ну, смотрите, подавляющее большинство депутатов проголосовало, вы в этом созыве, да? Вы работали тоже в парламенте и в прошлом созыве, как помощник депутата. Почему каждый созыв кажется, что он все более слабее и слабее? Вам так не кажется? Так и есть, так и есть. Допустим, вот если шестой созыв, шестой созыв, сравниваясь с пятым созывом парламента, то пятый созыв, конечно же, намного сильнее был. И вот точно так же, и предыдущие созывы все сильнее и крепче было. Ну, в последующем все это меняется, да, предыдущие имеют в виду созывы были намного сильнее. В последующем ситуация меняется в сторону ухудшения, потому что в парламент попадают люди, которые, во-первых, по моему мнению, преследуют чисто личные цели. В основном, кто является депутатом на сегодняшний день? Это олигархи, бизнесмены, которые никогда не имели опыта работы на государственной службе в любых отраслях, но принимают жизненно важные общественные народные задачи, то есть законы принимают. Вы были помощником депутата Джеймбекова, его посадили, в том числе, мне кажется, за высказывание, да, в отношении власти. Как вы думаете, вот это принятие этого закона и его арест, то, что число политузников увеличивается, это взаимосвязанные вещи? Ну, здесь сложно сказать. А сам арест Джеймбекова, как вы считаете, какой характер? Конечно, антизаконный. Вот все же его адвокаты говорят о том, что вот первый арест после квадратской событий был, сразу пошли эти события, и спустя только четыре месяца, получается, задерживает ареста Джеймбекова. Конечно же, здесь есть очень большой вопрос, почему в день, сразу после этих событий не задерживает Джеймбекова, а задерживает спустя четырех месяцев. Тем более, он за это время успел два раза слетать за границу, и, в принципе, много вопросов. Хорошо, спасибо большое, Тимур. Девушки, здравствуйте. Почему вы участвуете в митинге? Почему вы считаете это важно? Блин, простите, можно попозже? А вы почему вы участвуете в митинге? За свободу слова. Вы считаете, что принять этот закон это... Да, конечно, да. Угроза демократии вообще в целом. Ну, понимаете, они пытаются регулировать якобы фейковые аккаунты, но в итоге получается, что любой пользователь, который выражает неугодное им мнение, это, по сути, Орваловское мысльпреступление получается. И они... Да, большой брат получает. Это первый шаг для того, чтобы... Простите, я перебила. Да, нормально. Это первый шаг для того, чтобы контролировать это самое мысльпреступление со стороны властей. То есть вы думаете, такая глобальная цель есть государству контролировать мысли и их действия? Да. Думаю, просто неудобных людей убирать. Которые, возможно, говорят правду о них. Это как того врача, у которого... Помните, было заявление про маски? Вот. Которого заставили потом извиняться. Вот, понимаете? Хотя на какой момент и закон, она-то нет, была манипулирована, но его все равно заставили. А теперь это будет вполне законно. А теперь это закон. Он, понимаете, он увеличит количество таких случаев. Ну, получается, этого врача просто признают фейком, да, государство, да? Хотя он говорит реальные проблемы. Да. И никто не сможет им помешать. Так, пристань. Да. И непонятно, по каким критериям они будут считать, что эта информация, что эта информация это фейк или это действительно правда? Мы дошли до улицы Киевская. Люди проходят, когда горит зеленый свет, так что правила дорожного движения не нарушаются. Передняя часть, она уже дошла до этого. Нам надо подорваться, как вы думаете? Или что же подождать? Думаю, что народу несколько тысяч. Неотрудно сказать, да, несколько тысяч. Там большая колонна, здесь большая колонна. Можно, наверное, повернуть и по ходу разговора, да, висать. Потому что очень интересная позиция всех людей. Девушки, добрый день. Вы сказали, почему вы решили участвовать на этом марше? Много причин, но нам уже всем просто надоело. То, что посягает на наши свободы, не только как на свободы граждан, а как на человеческие свободы выражать свое мнение. И это неправильно то, что у государства будет монополия на то, чтобы решать, какая информация является фейковая, какая информация решается правильной. То есть нет каких-то правильных процессов, которые установили с этим законопроектом. И мы просто все знаем то, что законопроект – это просто инструмент против журналистов, честных журналистов и вообще свободы слова. Ну а как бороться тогда с фейками, как вы считаете? Ну, для этого, конечно же, не для меня решать. И как бы должны быть какие-то регуляционные процессы, которые люди должны обсуждать в парламенте, должны работать над этим, а не просто как бы решили принять закон и все. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Можно спросить вас? Да, конечно. Почему ВЕТА, почему президент должен подписаться? Я, если честно, не в курсе, мне дали его. Я лично считаю, что я должен, как гражданин Кыргызстана, дать свой долг ради того, чтобы не подписывали этот незаконодательный проект о манипуляции и так далее. Вы считаете, что это закон вредный? Да, конечно. Я считаю, что свободу слова, за которую боролись наш народ, нужно всегда знать, что народ будет, он должен быть всегда свободен. Вот и все. Спасибо большое. Сверху, наверное, летает дрон, и оттуда можно посмотреть. Я бы хотел заметить, что все интервью, они очень хорошо сформулированы, да. Ребята очень хорошо, естественно, отвечают. И видно, что большинство из них идеи иные, и пришли сюда, ну, по зову сердца, наверное, это непроплаченные люди, да. Они знают, зачем пришли, почему пришли, да. Например, девушка пришла, говорит, что жулики, что вы написали в плакате, жулики веруют, пять минут на сборы, вы хотите всех посадить, что ли, за их закон? Почему вы считаете этот закон вредным? Знаете, просто это единственное, что у нас есть, можно сказать, да, свобода слова, и это, не знаю, как можно, ну, я не представляю без свободы слова нашу страну, и вот, в общем. Ну, вы раньше не участвовали на таком роде собраниях на матче? Нет, это первый раз. Почему именно сейчас вы решили, что вот так, это вот такая точка кипения, что нельзя не участвовать? Да, 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 это уже самый пик, получается, потому что раньше, да, достали, и уже мирный митинг, так как бы уже можно доверять, потому что у нас уже прошел митинг мирный такого рода, и было все спокойно, нормально, и поэтому уже я как бы не боюсь. Ну, а раньше, первый раз, когда вышли, я, типа, ну, что-то может случиться, а я сейчас, несмотря на дистанцию, на весь этот вирус, я вышла. Спасибо большое. Асель, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, спасибо большое. Желаю успехов и счастья. Почему вы свой день рождения решили? Ну, потому что для меня это тоже небезразлично, я решила присоединиться к этому маршу за свободу слова, поскольку я хочу писать и буду писать, продолжать, несмотря ни на что. Да, да, моя епархия – это Твиттер, поэтому я сегодня пришла сюда. Классный марш, мне все очень нравится, организация хорошая. Вот сейчас мы видим, что стройными рядами мы идем к площади. Надеюсь, все дальше пройдет хорошо, как задумано. Вот люди, которые, по большей части мы вот опросили людей, никогда не участвовали на митингах, и вы тоже особо не участвовали в этих собраниях. Вот почему именно сейчас этих людей все достало? Для меня вот этот вопрос, который я тебе задаю и... Ну, мне кажется, как любят шутить в соцсетях, если даже балконские выходят, значит, предел настал. И я думаю, что да, так оно и есть. Дальше люди молчать не могут. И на самом деле это очень важный показатель. И именно то, что вот ребята молодые, я вижу, очень много молодежи это радует, они должны выражать свое мнение. Это очень важно. И я надеюсь, что мы достучимся до властей, и президент все-таки наложит вето на закон о манипулировании информации. Потому что это абсолютно противозаконно и противоконституционный закон, я считаю. Некоторые думают, что это касается только журналистов и СМИ. Но вы упомянули твиттер, вы считаете, что они лапу и туда через этот закон? Да, конечно, однозначно. Я считаю, что напрямую это касается блогеров. Помнится, несколько лет назад такой закон хотели уже протащить и утвердить у нас. Но, слава богу, это не прошло. Надеюсь, что сейчас тоже такого не повторится. Потому что блогеры, особенно которые имеют большое количество подписчиков, напрямую подпадают под влияние этого закона. И я не хочу, чтобы это касалось также соцсетей. Ну и вообще не только соцсетей, но и СМИ, и в целом свободы слова в Кыргызстане. Спасибо большое всем. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . 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 . . . . . Спасибо. . 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 участников марша это молодежь. Страна в которой молодежь активна. У этой страны есть будущее. И несмотря на вот этот откат от демократии, от принципов приверженности свободе слова и прочим гражданским свободам мы видим что это один полюс. Дерган конечно во власти, а другой полюс это активная, сознательная молодежь. И я думаю что принятие этих дискриминационных законов антидемократических это временный откат. Завтра власть будет в руках у этой молодежи. И мы все отыграем, мы все вернем назад. Мы сделаем эту страну нормальной и свободной. А как вы считаете в целом президент услышит голос людей? Мы представители медиа сообщества на днях опубликовали обращение к президенту. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что сейчас осталась только одна преграда это президентское вето. И у меня нет уверенности что президент наложит вето на этот закон. Но он должен услышать хотя бы позицию, нашу позицию, позицию гражданского общества, позицию молодежи. И если он сделает правильный вывод, это будет очень хорошо. Какие бы вы нарушения отметили процедурные, в том числе нелогические, которые были при принятии этого закона? Ну, во-первых, эти законы не проходили никаких общественных обсуждений, не было никаких общественных слушаний. Как мы выяснили к разработке, к экспертному обеспечению этих законопроектов, ни одни медиэксперты, ни одни журналисты и лидеры гражданского общества, они не были привлечены. И неудивительно, потому что, как выяснили наши коллеги фактчекеры, этот законопроект на 90% был списан из законодательства других стран. Это потому его и назвали плагиатом. И я вот кроме этого отметил бы, что этот закон сам незаконный, потому что он был принят в нарушение всех процедур, которые парламент сам для себя придумал. И вот у меня такой риторический вопрос, что это за депутаты, которые свой же регламент не исполняют. Мы все видели, вот в самые последние дни работы вот этой сессии, да, заключительного этого созыва, перед парламентскими выборами, которые планируются на 4 октября, они вот просто вот поваровские приняли, не пуская в здание ни журналистов, не обеспечив прямую трансляцию заседаний. Они проголосовали, хотя мы видели, что в зале находилось вместо 129 всего лишь 30 депутатов. И из них всего лишь 20, как оказалось, были за этот закон. А прошел закон просто потому, что за вот этих отсутствующих депутатов просто нажали кнопки их коллеги. Это тоже процедурное нарушение. Это огромное процедурное нарушение, потому что парламент до сих пор не представил нам ни одного аргумента в пользу того, что это законно. Они молчат, потому что им нечего сказать. Хорошо, спасибо большое. Пойдемте сюда. Вы, что они виды? Вы, что вы видели? Привет, привет. Как дела? Как дела? Вы включите компьютеры и не представьте себя. Мне очень много людей. Магнит кому-то нет, если я к этой шоу. Мне очень хорошо. Вы, что они могут, что сказали? Вы, что они открыли из России на нашу официальную шаму, и мы к этому из них здесь родимы. Мы же, как мы сейчас видим занятость в ПОЧ. Вы пока, почему бы мы сейчас спрашиваем? Субтитры делал DimaTorzok 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 Оскар, Оскар, этот законопроект не двигается. Почему ты решила участвовать на этих притингах от Шпайтера по Азербайджану? Да? Потому что, ну мне кажется, вообще вот этот закон, который приняли. Гуша, сдай мандат! Я вообще думаю, этот закон, он как раз таки направлен на то, чтобы мы вообще не имели права высказывать свое мнение. Вообще в социальных сетях я очень сильно неактивна на самом деле была. Но когда вот такие законопроекты принимает, ограничивающую свободу слова, запрещающую мне что-либо говорить, писать и комментировать, аргументируя это тем, что я фейковый аккаунт, что я должна регистрировать, мне кажется, эти законы, они как раз таки ограничивают свободу слова. И все эти, которые, она говорит, комментарии, что это все направлено на то, чтобы бороться сложно, недостоверной информацией. Вопрос в том, что кто будет определять, какая информация является достоверной, какая не является достоверной. Это очень тяжело. Твои ровесники участвуют, которые до этого вообще не участвовали на митингах, да? И они все говорят, что это их достало. И тебе тоже это достало? Конечно. Мы с моими друзьями сегодня пришли, потому что это на самом деле второй наш митинг, в котором мы вообще принимаем участие. Первая была тоже реакция, вторая направленная против Матраимова. И вторая вот сегодня, когда мы пришли. И это на самом деле второй митинг в нашей жизни, в котором мы участвуем, в котором мы реально верим, что нужно было выйти, высказать свое мнение, прийти и поддержать. Поэтому я не думаю, что здесь пришли люди, которые проплачены, или которым что-то нужно от этой власти. Мы, наверное, просто пришли высказать свое мнение, показать, что мы как раз-таки не фейки, что мы реальные люди, которые имеют право высказать свое мнение, прийти на площадь, показать то, что мы против такого законопроекта. Мы надеемся, президент наложит вето на этот закон. Хорошо, спасибо большое. Удачи. Добрый день. Почему вы участвуете на митинге, почему вы считаете долг? Ну, потому что это мой долг к активистке, которая выступает с... А, здравствуйте. Хорошо. Это мой долг, поскольку я являюсь активисткой, и для меня важно всегда говорить правду. Этим законопроектом пытаются правду заткнуть, ее пытаются скрыть. И для всех, кто в последующем будет говорить о том, что в нашей стране что-то неправильно, что у нас происходит беспредел, до них их будут затыкать. Именно поэтому я не хочу, чтобы вся страна, она бы грязна в молчании, и в том, что мы просто будем молча, слепо следовать за тем, что нас будут обманывать, что нас будут просто использовать, наши деньги будут уходить в никуда, а мы ничего не сможем с этим сделать. Поэтому я здесь. Но власть говорит о том, что она не будет бороться с теми, кто говорит правду. Они говорят, что будут бороться с фейками. Так кто, по их мнению, будет устанавливать эту правду? Кто будет говорить о том, кто фейк, а кто нет? Я могу... Я могу сказать, что они не имеют права на монополию на истину, да? Верно. У них совершенно нет права как-то диктовать о том, что такое свобода слова, кому оно дается и кому нет. У нас у всех, как у граждан, есть право говорить, право выражать свою точку зрения. И у каждого, правда, своя. Нет единой истины. И здесь все собрались, потому что каждый это понимает. Мы никто не можем изменить все, но каждый может изменить что-то. Поэтому мы вышли. Спасибо большое за то, что вышли из данного интервью. Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию. Организаторы просят соблюдать. в Продолжение следует... Добрый день. Можно у вас пару комментариев? Почему этот митинг важен для страны? Сегодня митинг? Делался совсем ненужный закон за счет этих фейков. Я как блогер могу сказать, что мне пишут многие фейки. Я как бы внимания не обращаю. Но если человек выбрал такую публичную жизнь, то так это терпеть и надо выдерживать. Я не понимаю, почему, чем мешают так принципиально фейки Гущата Асалбаева. Она народный избранник, она живет на деньги народа, мы ей оплачиваем бензин, кабинет. Она могла бы заниматься более серьезными делами, чем охота на каких-то фейков. Вы думаете, это охота на ведьму? Ну да, это охота на ведьму, охота на свободу слова, свертывание демократии. Вы вышли в основной части и прошли на марш, на митинг, которые раньше не участвовали. Почему у людей на ковид на карьеру? Ну мы тут уже видим, что новое поколение, которые уже дальше не хотят отмалчиваться, уже хотят дальше действовать, уже более активно участвовать в политической жизни страны. Многие думают о том, что этот закон будет применяться в отношении журналистов и СМИ, но это не так, да, я так понимаю? И блогеров тоже, в том числе, которые пользуются соцсетей? Да, в основном, я думаю, власти неугодным активистам-блогерам будет использоваться в основном. Организаторы! Насчет организаторов, все спрашивают, кто организатор? Или это стихийная акция, или это не стихийная акция? Организаторы – ребята, которые организовывали реакцию 1, реакцию 2. Вот они и организовывают. И вышли в основном молодые люди, которые их поддерживают. Спасибо большое. Добрый день, как у вас дела? Почему вы вышли на митик? Как блогер, вы считаете, что для вас тоже будут меры применяться? Не, ну это естественно, потому что моя работа заключена в том, что я открываю многие вещи на самом деле И меня и так, да, как блогера душат, да, если честно И так многие вещи Ну вот смотрите, например, недавно был выпуск у меня с Минэконома Перед Минэкономом прям стоит пост с милицией Это нельзя, по закону он там не должен стоять В 96-м году, посмотрите, вот поставили забор, да, вот, мне кажется, именно с этого забора все и началось Они оградились, да? Оградились, да, вот государство оградилось, президент оградился, депутаты оградились И мы вот с тех пор как бы на разных берегах, да И поэтому я считаю, что этот закон, да, он сделает еще хуже мою работу Поэтому я практически, я категорически против этого закона И я должен сделать все для того, чтобы этот закон, ну как бы отклонили, да, президент Еще раз подчеркнем, этот закон касается не только СМИ и журналистов Он может касаться любых людей, которые... Абсолютно любого человека, если человек, который сейчас нас смотрит, думает, что это его не касается Хорошо, это сегодня его не касается, завтра коснется его сына, его дочку То есть мы должны думать еще не наперед о будущем, да? Хорошо, если его даже, он думает, что не касается, на самом деле его касается Но завтра это будет касаться его детей Власти говорят, зачем вам свобода слова? Сейчас приоритет экономика, коронавирус Не надо выходить на митинги, еще угроза заражения Что вы им ответите? Я извиняюсь, я родился со свободой слова И до последних моих дней будет у меня свободное слово Это как бы, это не подарок, да? Это никто-то дает там, это... Никто-то может мне разрешить и тому подобное Это мне дано природой И я имею полное на это право Спасибо большое Сбор подписей продолжается Лозунги, кричалки идут о том, что президент не подписывал Услышать глаз народа и наложить на принятые законы свое право Пару вопросов можно было? Почему вы пришли на митинг, почему считаете это важно? Я, извините, не услышал Почему вы пришли на митинг, почему считаете это важно? На самом деле, я вот шел, тоже думал, почему я пришел На самом деле, я думаю, что не только из-за того, что это Послужило толчком последний закон, бредовый Но в целом я не согласен с ситуацией в стране, которая происходит Непонятно что, непонятно как ей управляют И это, в принципе, было просто последним поводом Послужило, чтобы прийти сюда На самом деле, очень много накопилось Вот смотрите, молодые люди выходят Вот если их голос все равно никто не услышит Они будут продолжать? А многие просто говорят, что просто уедут из этой страны На такой степени, да, так накопилось? Я думаю, да, будут Дело в том, что, смотрите, наш митинг сейчас, в принципе, ничего не решит Это просто выражение гражданской позиции, которая нужна Если ты сидишь, живешь в этой стране, то нужно иногда выражать свою гражданскую позицию Ясное дело, что вряд ли будет Можно делать посты в соцсетях, можно приходить сюда Вы считаете, что приход на митинг более важнее, чем по соцсетях? Как? Приход на митинг более важнее, чем по соцсетях? Ну, я опять же говорю, что это, с моей точки зрения, это просто выражение моей гражданской позиции Вот и все Как бы как гражданин я считаю своим долгом, если я не согласен С чем-то вопиющим, совсем уже абсурдным То, скорее всего, я посчитаю нужным прийти Вот я и пришел Спасибо большое Поэтому, друзья, ни в коем случае не будьте соучастниками Не голосуйте за этих депутатов из-за того, что они там в туган Призывают не голосовать за тех депутатов, которые принимали этот закон А их, я напомню, подавляющее большинство Их, я напомню, своих детей будущего, голосуй за них Не будьте соучастниками Не продавайтесь! Все, в наших руках мы должны осознать свою силу Без нас они ничто с себя не представляют Каждый раз пять лет они ничто не делали Ну, митинг, он был запланирован до двух часов Еще 20 минут есть Люди не уходят, они продолжают здесь быть Под палящим солнцем Это, наверное, лишний раз подтверждает, что они пришли сюда По уличной инициативе Я думаю, идейные ребята Идейные Влад, что хорошо, он еще дезинфицирует вокруг пространства путем курения сигарет Да Добрый день! Почему вы пришли? Почему вы не считаете? Влад, не будьте соучастниками Не продавайтесь свои документы В принципе, модератор уже все сказал Да, поэтому я здесь Спасибо большое Саламу алейкум Мы их просмотрим Мы их просмотрим Мы их просмотрим Мы их просмотрим Сейчас надо максимально соблюдать Здравствуйте, девушка Здравствуйте Почему вы пришли на митинг? Почему вы считаете, что это важно? Я считаю это важно, потому что если происходит ущемление прав со стороны правительства, это равноправно тому, что домашнему насилию, потому что Кыргызстан, я приравниваю к этому, потому что Кыргызстан – это наш дом, и это плохо, когда ты не можешь свободно говорить о своем доме, ты не можешь свободно жить в своей стране. Если этот закон… А, вот у меня лозунг – кого вы защищаете и от кого защищаетесь? То есть, это равносильно тому, мы хорошо понимаем, от кого защищаются и кого защищают, и поэтому я в этом митинге. Вы думаете, они защищаются от народа? Это понятно, что политика происходит между правительством и народом, и мне кажется, что они защищаются от народа. Ведущий призывает похлопать самим себе, что они пришли, я бы тоже похлопал. Очень радует, на самом деле, я открыто скажу, что столько людей пришло. Мы можем туда пройтись, там тоже внизу очень много участников, можем там тоже опросить людей. Не будем одновременно пробовать, ехать достойно, мы заслужили сегодня. И по дыханию, друзья, будто уж понятно, подальше обратно. Начали. Ура, бальше, бильда, давайте. Ура, бальше, бальше, бальше. Ура, бальше, бальше, бальше. Ура, бальше, бальше, бальше. Пойдемте сюда. Пойдемся еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно будет пару вопросов? Почему вы считаете, что власти должны учитывать? Вы думаете, они не учитывают мнение народа? Почему вы еще на митинге? Поговорите с кем-нибудь другим. Можно так ответить просто. Что-то грубо отвечает девушка. Смотрите, какая красивая картинка. На шинах стоят ребята. Это, наверное, образ еще той девушки, которая повесила на своей... Они креативные. Креативные. Они используют еще и барабан. Они используют атрибутику фанатов футбола. Ну, это современные тенденции. Это вот новое явление, которое, как бы, скажем, ну, совсем недавно, да, появилось. Креативщики положительные. Креативщики, да. Это выступления хорошие, речи. И видно, что непростой народ собрался. Видно, что это студенты, хорошо образованные, которые могут дать хорошее интервью и понимают, почему и зачем они сюда пришли. Здравствуйте. Вы не говорили, да? Почему вы пришли? Против закона манипуляции информацией. Потому что это ограничивает свободу слова полностью. И то, что сказал наш спикер, это было очень глупо, когда он в своей речи добавил, что оппозиция пусть обратится правоохранительный орган. Как он это себе представляет? В каком случае... В целом против закона. Спасибо. Пойдемте. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Не лишен здравого смысла, он ведет аккуратно политику. Ну, конечно, зачем накалять, обострять, честное мнение? Надеемся. Вот, ты, я думаю, что, может быть, мы уже будем заканчивать, да? Ну, я думаю, как они берут на завершение. Сейчас много смотрят, но можно еще у людей поспрашивать, я думаю. Здравствуйте, можно пару вопросов вам задать? Почему вы считаете, что нынешний созыв не должен прийти к следующему созыву? Это вот смысл же в этом, да? Да, да, да. Я не хочу, чтобы следующий созыв допустили к следующим выборам, потому что они принимают очень глупые вопросы, оставляют, то есть все важные вопросы, они не поднимаются. Наоборот, их оставляют наперед, и какие-то глупые вопросы, которые выгодны только им, они поднимают их. Это вообще нечестно, и таких людей вообще не должны допустякать к власти. Да. Вы только из-за этого закона так считаете, или в целом считаете, что их работа... Я недовольна работой депутатов, потому что они вообще не думают о народе, никогда не спрашивают мнения народа. Они не хотят все это принимать. Я просто пришла поддержать всех оставшихся людей, которые здесь собрались, поддержать свою гражданскую позицию, высказать все это. Потому что мы все недовольны работой депутатов, и все это неправильно вообще. Спасибо. Саласпы, я кюш-шурова джатнарпоспы. Мне хатш-шуатасы. Здравствуйте. Почему вы участвуете на веке? Ну, потому что я против несправедливых законов. Вот. Этот закон антиконституционный. И я думаю, я уверен, что его примут, скорее всего. Ну, это сто процентов. Я уверен, что не отреагирует президент на такое количество людей, образованных веке. Я уверен, что они примут, потому что, ну, а для чего они все это делают? Почему тогда вы хотите на обратную? Ну, они должны знать, что народ их не поддерживает, что он не согласен со всеми этими какими-то непонятными законами, со всеми вот этими антиконституционными всякими поползновениями. И они должны видеть, что молодежь против них, и что, ну, они должны знать, что все-таки они поступают неправильно, да? Спасибо большое. Я бы хотел в заключении отметить, сниму очки, я извиняюсь, что если оператор покажет асфальт, то он практически чистый. То есть они за собой ничего-таки грязи не принесли, да? Что отель мы, как бы, свидетели зарождения новой молодежной культуры, а может быть, даже новой политической силы. Вот, посмотри, как необычно, как аккуратно прошел этот митинг. Никаких следов грязи. Песни Цоя «Мы ждем перемен» уже 40 лет, но он... 40 или... да, 40 лет. Вот эта, да, фишка... Но он не теряет актуальности до сих пор. Эта фишка, да, осталась, как бы, осталась. Мы ждем и продолжаем ждать перемены, да. Ну что ж, митинг закончился, отель скажет последние слова, и, пожалуй, я завершу трансляцию. Ну, я думаю, спасибо всем, что вы досмотрели трансляцию «Шаман ТВ». Очень много подключилось, и, на самом деле, это был один из самых лучших прямых эфиров, которые я как-либо ввел. И я сам почувствовал вот эту очень положительную, позитивную энергетику. До скорых встреч!